Дорогой Отец Небесный Итак, когда мы размышляли вчера на тему греха, нас интересовало вообще смысловое понятие греха. И прежде всего нужно понимать, что последствия греха – это смерть. Ключевая часть. Грех приводит к смерти. И мы вчера немного смотрели о аспекте смерти. Что такое смерть? Второй момент, который мы не раскрывали ввиду отсутствия достаточно большого времени, что кроме смерти в вечности, грех производит определенные последствия при нашей жизни на этой земле. Причем различные грехи производят различные последствия. Если мы говорим в аспекте вечности наказание за грех – смерть. Ну, все. Ну, как бы одно. Нету градации греха. Понятно, да? Нету градации греха. Нет больших, маленьких, очень больших, средних, минимальных. Бог есть Бог абсолюта, и есть грех, и наказание за него. Универсальное. Смерть. Здесь понятно. И люди забывают, что кроме наказания вечного, существуют конкретные наказания за конкретные грехи. К примеру, непочитание родителей будет приводить к достаточно короткому сроку жизни на этой земле. Ну, люди раньше умирают. Почему? Потому что они не почитают своих родителей. А если не почитают своих родителей, то продлятся дни их на земле. Понятно, что если человек прелюбодействует – обнищает. Понятно, что есть проклятие, которое войдет в дом вора и останется в этом доме, пока не уничтожит всего. Понятно, да? То есть, есть разница в универсальном наказании за любой грех. Вечная смерть и различные наказания за различные грехи, которые будут на этой земле сопровождать людей. Все понятно? Нас вчера интересовала тема глобальная, фундаментальная – грех. И мы в ключе этого разбирали определенные места писания и размышляли над этим. Не затрагивая, в общем-то, более детально других аспектов греха. Хотелось бы. Ну, молитесь, чтобы у нас было больше времени на этой земле, и мы могли разбирать все, что вам бы хотелось. Но, к сожалению, да. Послушайте, давайте не будем пререкаться. У нас есть определенный план, и мы хотим следовать определенному плану и разобрать хотя бы в начальном приближении какие-то темы. Если мы каждую тему будем разбирать так, как она этого достойна, я думаю, мы не закончим. Ну, а они же безмерно глубокие. Если у вас остались вопросы, то вы их зададите уже после. А сейчас, с вашего позволения, я все-таки попробую начать тему под названием «Покаяние». Понятно, да? Итак, я бы хотел разобрать тему покаяния в свете осенних праздников. Можем мы так сделаем? Что, непонятно? Какое-то напряжение. При чем здесь праздники? Согласен. Именно потому, что вы не понимаете, при чем здесь праздники. Поэтому я в свете этих праздников хотел бы разобрать. Понятно, да? Мне нравится разбор темы покаяния в свете осенних праздников. Ну, я люблю так. Ну, хорошо, вы знаете название осенних праздников. Йом Труа. Да? Вот с него мы, пожалуй, и начнем. Праздник. Йом Труа. Левит, 23 глава, 24 стих. Не открывайте, записывайте. Просто записывайте. Левит, 23 глава, 24 стих. Скажи, сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой. Праздник, труп, священное собрание. Вы привыкли больше к названию этого праздника, который называется Рош-Хашана. Спасибо. Это до Йом Кипура. Этот праздник, он где-то приблизительно за 400 лет до начала этого лета исчисления стал называться Рош-Хашана. Но библейское название этого праздника Йом Труа. День Трубного Звука или День Воспоминания Трубного Звука. Значит, у нас будет с вами задача узнать, а какой же трубный звук они вспоминали. Какой трубный звук звучал в этот день? Я повторю вопрос. Какой трубный звук звучал в этот день? И где этот шафар звучал в этот день? На горе, на храме, одно и то же место. Я вас предупреждал, что я очень коварный? Я сказал, что я знаю ответы, я такого никогда не говорил. Я сказал, что когда я задаю вопросы, я их задаю не для того, чтобы услышать правильный ответ. Это я говорю. Ну и так. Коварство вопроса стало понятно, нет? Понятно, да? Да. Ну, коварство вопроса заключалось в следующем, что в этот день никакой трубный звук тогда не звучал. Он звучал в другой день. Ну, хорошо. Исход 19 глава. Это уже открывать. Нужно понимать некоторые вещи из еврейского календаря. Некоторые вещи из еврейского календаря выглядят достаточно странно. В чем странность? Странность заключается в ниже следующем. Был определенный порядок календаря, который начинался от сотворения. Ну, понятно, что от сотворения это был первый месяц, а это был... Ну, и так дальше. Это понятно? Ну, здесь все понятно? При исходе... При исходе... Что говорит Всевышний? Вот этот месяц... Вот этот месяц... Вот этот... Некий месяц будет теперь... То есть, этот порядок... Перестал существовать. Начал существовать другой порядок, и Ниссан становится... В первом месяце. В первом месяце. Это понятно. Открыли 19-й углу книги исход? Отлично, отлично. Читайте. Вопрос будет очень простой. Сколько времени прошло, сколько дней прошло по исходу евреев из Египта на момент описания событий в 19-й углу? Я не спросил вас, что там написано. Я спросил, сколько дней. Количество дней меня интересует. Я же вас спросил, сколько дней прошло по исходу сынов из Израилевых из Египта. Ну, я что-то сложное спросил. Там же написано. Вот и ответьте мне. Ну, приблизительно. 7-8. Ну, быстрее. 60. 60. Отлично, хорошо. Еще варианты есть? Нет, 20-й. Ой, ой, 60-й. Так, 20-й, 60-й. 58-59. Отлично. Ну, или 59. Еще какие-то варианты есть? Больше сколько? Больше сколько? Еще варианты? Ну, там же написано. Ну, да. 45. 45, отлично. Тоже неплохая цифра. Ну, вы не устали еще, нет? Не устали. Ну, там же написано. Ну, вот, хорошее. Мы не знаем, да, сколько мы читали за месяц. Лунный календарь. Поверьте мне. Самый точный календарь. Он был лунно-солнечный. И мы точно знаем. Послушайте, мои хорошие. Когда они вышли, точно мы тоже знаем. Мы точно знаем, когда они вышли. И точно знаем, что был близок очень. Ты был близок. 44. Ну, там же написано. Мои хорошие. Вы случайно не знаете, так чисто, мне просто чисто из-за интереса. На какой день даровали Тору? Тут на этой неделе просто что-то было. 50-е. А у вас, извините. Нормально все, да? Нет. А там есть випка на руку и пол-перва. Пол-перва, вот эта. Вот эта. Итак. Тору даровали на какой день? На 50-е. Ну, понятно, что ваши все исчисления слегка, ну, кроме одного. Итак. До конца месяца тут остается сколько дней? И до конца месяца Ниссана сколько дней? Либо 14, либо 15. Ну, в месяце либо 29, либо 30 дней. Это надо знать. Если они 15-го Ниссана вышли, то до конца месяца сколько дней остается? Либо 14, либо 15. Если до конца месяца остается 14 дней, то есть в месяце 29 дней, то в следующем месяце сколько дней? А если в предыдущем месяце было 30 дней, то в следующем месяце сколько? Там же все написано. Там же все написано. Чего для вас там еще не написали? Понятно? Понятно, нет? Понятно? Нет. Юридский календарь лунно-солнечный. Он содержит либо 30 дней, либо 29. Если в этом месяце было 29 дней, то в следующем будет 30. Если в этом месяце было 30, то в следующем будет 29. Он был назван тогда первым месяцем. Потому что люди не знают, что это третий месяц, но для них Ниссан 15-го. Окей. Третий месяц. Если первый был объявлен, Ниссан был объявлен первым, мы тут зачеркивали, говорили, Ниссан у нас первый. В первый месяц они выходят, то третий месяц, день новолуния, у нас заканчивается Ниссан, проходит еще один месяц и начинается третий месяц. Значит, нам нужно знать, сколько осталось до конца Ниссана, сколько дней было в следующем месяце, и тогда в первый день третьего месяца... 44. 44. Понятно, о чем я говорю? Обычная ошибка, которую люди делают, они считают третий месяц, считают, что, ну, по крайней мере, два точно уже прошло, железно 60, ну, или 58, ну, а дальше фантазия развивается до 90. Конечно, в первый день третьего месяца. Но если мы говорим первый день третьего месяца, то первый Ниссан, это мы не считаем, это мы считаем, потом у нас идет следующий месяц, а потом у нас идет первый день третьего месяца. Что, непонятно? Логично? Все логично. Ну, и тогда дарование Торы, все у нас нормально по плану на 50-й день. Все нормально. Все поняли? Если кто-то не понял, не стесняйтесь, мы еще попробуем. Нас интересовал, на самом деле, стих во время протяжного трубного звука. Понятно, какой стих нас интересует? Когда Всевышний обращается к Израилю и говорит, послушайте, ребята, я бы хотел, чтобы вы во время протяжного трубного звука, это 13-й стих, 13-й стих, что-то сделали. Зашли на вору? Все абсолютно правильно. Нашли? Да. Итак, у нас есть первый месяц Nissan. Да? Потом есть второй месяц, и вот здесь у нас появляется повеление во время протяжного трубного звука войти на гору. Еще никто не забыл, чего там было написано в книге Левит. В седьмой месяц, в первый день явно, явно, что эти события происходили в разное время. Поэтому, когда я вас спросил, какая труба звучала в этот день, понятно, что в этот день звучала никакая труба, труба звучала в другой день. Коварство вопроса теперь понятно? Они в седьмой месяц должны были вспоминать про трубу, которая звучала в третьем месяце. Теперь понятно? Ну, просто есть странности некоторые в нашем календаре, и не всегда события, оказывается, происходили в тот день, когда о них надо было вспоминать. Но Бог повелел нам вспоминать некий трубный звук. Много комментариев существует по поводу седьмого месяца и трубного звука, потому что седьмой месяц раньше считается до сегодняшнего дня, что седьмой как раз был первым. И это тот месяц, с которого велось отчет сотворения. И до сегодняшнего дня считается, что такое-то год от сотворения. И начало года астрономического приходится на Йом-Труа. Ну, Рошхашина начало года. Чего опять не так? Ну, я же вначале сказал, что первоначальное название этого праздника Йом-Труа. Где-то лет за четыреста до начала этого лета исчисления появляется название, которое вы сегодня вспоминаете, название это Рошхашина. А библейское название этого праздника Йом-Труа. Я же честно всех предупредил. Итак, астрономический год у нас начинается в Тишреи, а религиозный год начинается в Ниссане. Название месяца. Ниссан название месяца и Тишрея название месяца. Не стесняйтесь спрашивать, если... Да, первого по старому. Ну, опять, с названиями самих месяцев там достаточно большая путаница, не будем вдаваться. Потому что раньше месяцы назывались вообще просто первый, второй, третий, четвертый. А потом появляются другие названия, потом в Вавилоне появляются еще одни названия, ну, там все весело. Поэтому лучше ориентироваться на те названия, которые уже более или менее привычны. Тишреи, Ниссан это более привычные названия, не будем разбираться. Ниссан для нас это месяц, когда он на спейсах, а Тишрея это месяц, когда у нас Рош-Хашина, Йом-Кипур, Суккот, Шмини-Ацарет. Мы сейчас все это будем вспоминать. Хорошо? Отлично. Итак, понятно, что когда я спрашивал, какая труба звучала в этот день, ну, труба звучала просто в другой день. и евреям неплохо было бы помнить о том, как она прозвучала и чего они со всем этим сделали. Как вы думаете, она верующим Брит Хадаша, стоит ли помнить о той трубе и чего там произошло? Судя по всему, да. А зачем нам помнить? У нас задача сложнее, чем у евреев. Нам нужно помнить о двух. Евреям надо помнить про одну, а нам про две. Почему? Ну, такую рекомендацию нам дал Реба Шауль, чтобы мы помнили еще про одну трубу. Причем, Реба Шауль вообще красавец. Если тот был звук, и его нужно было помнить, он находился в прошлом, то тот будет в будущем. Помнить про то, что произойдет. Не про то, что уже произошло, а про то, что еще про и зайдет. Сказано в первом послании Коринфянам в пятнадцатом, в пятнадцатом главе, в пятьдесят первом и пятьдесят втором стихи. Первое Коринфянам 15, 51, 52. Говорю вам тайну. Вот я люблю, вот я люблю, когда мне лично сообщают, слушай, хочу тебе открыть тайну. Вы любите? Тайны любите? Вот красавец был, Шауль. Он говорит, так, идите сюда, я им сейчас тайну расскажу. Нормальная тайна вообще? Написали в книжке и всем раздали. Хорошенькая тайна. И это чтобы вы знали, так со всеми тайнами, которые в Библии. Они открыты для всех. Когда вам говорят, мы вам сейчас расскажем о том, о чем никто не знает, гонить этих людей. Это брахуны. Тайные знания никому не нужны, потому что Бог открывает свои тайны боящимся его. Вы боитесь его? Все, дали книжку, там все тайны открыты. Тайны сокрыты от времен и родов. Они открыты для нас? Да, написано все. И здесь Рэбб Шауль говорит, так, никому не рассказывайте, только для вас. Да? Или он говорит, всем? Всем. Он говорит, слушайте, хочу, вам тайну. Говорю, не все мы умрем, но все изменимся. Как вам эта идея? Круто. Говорит, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Он говорит, ребята, неплохо было бы вам помнить о том, что там еще гуднет. Протрубят еще. Причем звук у той трубы будет такой, что мало никому не покажется. Мертвые воскреснут так протрубит. Там звук шафара будет такой, что мертвые скажут, все, мы готовы, мы воскреснут. Хороший звук, сильный будет. Он говорит, слушайте, ребята, неплохо было бы, чтобы вы это помнили. Потому что в тот день, когда протрубит вот та труба, и вы будете к ней не готовы, то труба. Понятно, да? Лучше помнить о том, что те пацаны, которые стояли недалеко от Синая, в общем оказались не совсем готовы. И евреям рекомендовали помнить о том, что вот когда тогда протрубили, некоторые ну все сказали, слушай, вообще по большому счету лучше ты иди сам. А потом если останешься живой, расскажешь. А мы точно сделаем, что же расскажешь, что будем делать. А вообще с этим Богом иди ты сам разговариваешь. А им что было сказано? Во время протяжного трубного звука можете выйти? А они говорят, не, 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 ты у нас самый главный, ты иди за всех отдувайся, а мы тебя тут подождем. Были они готовы? Нет, печально закончилось все. Печально закончилось по одной простой причине, потому что глядя в шестой стих главы книги Исхода, можно увидеть первоначальный замысел Творца по отношению к Израилю. Какой это замысел был? Там написано царственные священники? Царство, да. Ну, вспоминаем Первое Петро, да? Зря не вспоминайте, надо прочитать Первое Петро. Потому что это уже относится к верующим Нового Завета. Я часто задаю вопрос, что такое царственное священство? Ну, иногда, знаете, хочется приятно прийти и сказать, здравствуйте, я царь. Ну, и по совместительству еще священник. Добро. Что? Ничего страшного. Ничего страшного. Петр, судя по всему, цитирует это местописание. Просто мы привыкли к прочтению новозаветнему, всенадальному, царственное священство. Мы так привыкли. Но, судя по всему, цитируется это место. И мы, верующие Нового Завета, стали царством священников. Здесь есть определенные моменты. И вот они какие. поскольку мы, царство священников, а эта идея была заложена, как мы читаем в 19 книге Исход, в 19 главе книги Исход, в 6 стихе, что это была идея Творца по отношению к Израилю. Не было разделения первоначально на тех, кто священники и те, кто народ. Такой идеи не было. Они все должны были быть царством священников для остальных народов земли или мира. Понятно, да? Теперь все верующие Бритха Даша стали царством священников для остальных народов мира, ну или земли, как хотите. Вы добро пожаловать все священники. Царями будете немного позже. Я не пошутил. Я не пошутил, но в общем-то там, где в Новом Завете говорится о царях и священниках, говорится немножко о другом периоде историческом. Он еще не наступил. Чуть-чуть позже. Только не спрашивайте когда. Потому что я буду очень груб и скажу, не ваше дело знать времена и сроки. Понятно, да? Ну, то есть, если вам кто-то скажет, что он знает когда, не верьте. Он не знает. Ну, Иисус сказал своим ученикам достаточно давно, расслабьтесь, никто не знает, кроме Отца. Поэтому, если вы не разговариваете с Отцом, ну, понятно, если вы не считаете, что тот человек, который перед вами стоит, Отец, то не верьте. Ну, а если вы считаете, что перед вами уже стоит Отец, уже можете верить во что хотите. Уже можете верить во что хотите, уже все остальное не важно. во всех остальных случаях не верьте этому человеку, гоните его, он точно не знает. Понятно, да? То есть, мы не знаем, когда это наступит, поэтому расслабляемся и ожидаем. Итак, мы стали царством священников, теперь не в зависимости от пола, раньше было определенное ограничение, да? что, ну, было раньше мужчины, а сейчас, представляете, еще и женщины. Раньше только мальчик, родившийся в доме Аарона, не имеющих физических пороков, мог стать священником. А сейчас неважно, в каком доме вы родились, вы можете родиться в любом доме, быть мальчиком и даже девочкой, и все равно можете стать священником. Только учтите, что придется священнодействовать. Шо, аминь. Теперь вам осталось немного. Вы должны священнодействовать. Причем я использовал очень неприятное слово. Должны. Вы священник? Уже так. Потому что если вот так, сзади увидят, а вот так вот сзади не видят. Вот коварство какое, да? Вот Одесса, да, а я понял. Хорошо. Хорошо. Ну, я добился согласия. не мешайте нам. Все, тишина, не мешайте. Итак, хорошо. Священник, да? Отлично. Отлично. Должны священнодействовать. Можно узнать, а вы священнодействуете? Хорошо. Апель. Можно узнать, как? Еще раз. Как? Объясняю смысл слов. Вы объясняете? Или я? Давайте определим. Хорошо. Принято. Итак, священно, вторая часть слова какое? Действие. Значит, вы должны каким-то образом что делать? Действовать. Понятно. тогда вы должны опять повторяю слово должны священно действовать. Теперь осталось выяснить, если вы священник и должны это делать, то вы это делаете? Мои хорошие, нужно понимать, что мы живем опять в неких представлениях. У нас есть представления. И уже сообразно с этими представлениями, когда мы слышим вот такой дурацкий вопрос, который я задал, мы себе представляем, слушай, ну они же что делали? это что, я это должен делать? Вроде же этого и точно не делаю. Так, послушай, а что он меня спрашивает? О чем этот мужик меня спрашивает? Ну, сегодня же бычков не режут, туда-сюда они делают. что он имеет в виду? Что я могу ему сказать, что я делаю из того, что делали священники? Ну, понятно ход размышления, да? Что опять такое? Что вы обсуждаете? Причем я же подвел вас всех извините меня под ответ словом что? Должны а? Еще раз вы должны священно действовать это я прошу прощения вот так вот действовали священники? Как это? Кто вам сказал, что что-то должно было поменяться? А кто? Еще раз проблемка Проблема Проблема в представлении Проблема в представлении больше ни в чем Вы себе представили что вот так должно быть а потом вы себе представили что должно что-то поменяться но и одно и второе вы что сделали? Представили Ну я вас прошу стоп давайте давайте мы сейчас проверим готовы? Так хорошо не ничего что что должен был сделать религиозный еврей того времени когда он согрешит спасибо пойти принести жертву за грех большое спасибо кто 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 так не думает вот да вот человек помнит о чем мы говорили он выжил тогда в Иерусалиме и далеко от жертвенника не отходил потому что вторая проблема вторая проблема в которой есть свое представление что когда вы согрешили осознанно то не надо было приносить жертву за грех нужно было приносить жертву повинности понятно да а я вас спросил когда вы согрешили ну есть разница в жертве повинности в жертве за грех там целое у нас же есть курс по-моему да лучше его посмотреть там мы разбираем разницу в некоторых жертвах итак представление теперь возьмем к примеру высшую жертву в системе жертвоприношения это жертва всесожжения или жертва Аллах слышали вы про такую жертву всесожжения кто ее приносил кто священник да правильно откроем первую главу книги Левит жертва не была обязательной очень интересно опять опять достаточно интересно жертва не входила в разряд обязательных жертв и там точно написано что священник этим не занимался а занимался приходящий и желающий ее принести священник возлагал жертву на жертву а резал скотинку человек резал скотинку человек разделывал человек мыл все там шучок а вы думали что все делал это священник понятно что такое представление теперь теперь оно было основано у вас на чем извините меня повторяйте на библии давайте спасибо большое понятно то есть ну как бы мы думаем что наше представление основано на библии ну мы так думаем но иногда неплохо проверить ну поэтому вы должны это проверять я не приехал для того чтобы это делать я просто делаю следующую вещь не смущайтесь я просто показываю вам что оказывается то что вы себе представляете не всегда имеет основания писания когда-то я разрабатывал тему под названием вот представление да и я написал что я писал и я написал относительно того что Ной строил ковчег 120 лет потом я остановился и подумал интересно а каким местом писания я могу это подтвердить и началось самое интересное я понял что я не могу найти место в писании в котором бы я мог обосновать мое личное представление меня это заинтересовало я начал копать этот вопрос очень глубоко как мне кажется я понял что есть цифра 100 есть цифра 120 есть аргументации в одном случае и в другом случае но это аргументация не по писанию понятно что мне то есть мне точно так же как и вам приходится иногда разбираться со своими представлениями понятно это нормально и этот процесс пока мы здесь на этой земле я думаю не закончится потому что когда я что-то думаю я же думаю что я имею твердое основание в писании ну я же так думаю и я же не всегда утруждаю себя тем что я проверяю ну вот вы все правильно поняли жизни не хватит поэтому я сказал вы должны этим заниматься всю жизнь пока вы на этой земле ну уже нормально это честно это нормально это хорошо это правильно итак представление о том что основная часть священника приносить жертвы это не совсем правильное представление основная часть священника определять что есть чистое что есть нечистое отделять праздничное от будничного грех от всего остального то есть священник тот кто разделял тот кто показывал разницу а вам верующим нового завета было сказано что первое быть светом и солью этому миру показать разницу кто кто этому миру может показать разницу между чистым и нечистым между святостью и грехом кто может показать я я я я это моя часть священодействовать меня для этого призвали в царство божие чтобы я показывал разницу между этим и этим а это что было основной задачей кого священника это что и таким каким образом вы священодействуете показывая разницу между чистым и нечистым святым и не святым вы указываете людям путь к Богу к спасению это есть что священодействие понятно все сложно тихо 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 суды праведности суды праведности пожалуйста это тоже послушайте мои хорошие оставьте оставьте духу святому его работу он пришел в этот мир он пришел в этот мир для того чтобы обличить он это лучше вас сделать не надо на себя брать работу обличителя вам нужно спросить у человека простые вещи что вы думаете о грехе ну мы же экспериментировали уже что у меня лежит в заднем кармане что вы киваете вот а подумали я понял чтобы не сбиться послушайте если вы человека спрашиваете вот что ты думаешь то человеку свойственно думать да вот если вы спрашиваете да ничего я не думаю ну хорошо иди дальше не думай теперь он уйдет и пускай попробует не думать понятно о чем я говорю когда мы человека спрашиваем что ты думаешь о грехе мы его мысли направляем в нужном направлении мы говорим иди к духу святому он тебе все расскажет да он он обличит он наставит он расскажет он произведет эту работу лучше чем мы точно лучше чем поэтому поэтому наша задача дать человеку правильное направление а когда он возьмет правильное направление он вернется к вам и спросит что нам делать мужи и братья чтобы спастись вот тогда вы ему расскажете все перерыв читаешь писание всевышний обращается и говорит помни говорит а читаешь и видно забывает он говорит ребята вам нужно это помнить он говорит хорошо и опять забыли то есть нам нужны определенные памятники или памятки или определенные напоминания назовите как это хотите и в общем-то в этом плане еврейский календарь был шикарный он все время что-то напоминал и один из таких праздников напоминаний это Йом Троа который позднее начал называться Рошхашина и что же этот праздник напоминал идея праздника это идея суда идея когда Бог будет судить свое творение замечу что мы далеко не ушли от первых наших занятий в которых мы говорили что Бог Творец имеет цель для своего творения и в свое время творение будет отвечать за то как оно достигало цели Творца важно помнить о том что цель легко узнаваема и достижима что опять что слож хочется понять кто резкость навести просто как это средина года и ты Рошашина середина года. Ну, в чем проблема? Семь, это четырнадцать. Не, а кто говорил про середину года? А кто вообще говорил про середину года? Рошашина, это не середина года. Седьмой месяц. Ну, не обязательно, чтобы все делилось на два. Ну, да. Ну, тем более, что первый день седьмого месяца, это как раз половина. Не обязательно, чтобы все делилось на два. Но первый день седьмого месяца, это, простите, не половина ли? Точно, поделилось таки, да? Несмотря на то, что двенадцать и семь, то делится как раз ровно пополам. Супер, да? Картинка сложилась, да? Ну, гематрия, это же не по нашей части. Вы в курсе, да? Гематрия. Это, в иудаизме есть такое учение, где цифры все складываем, сопоставляем. Неправильно. То есть, нам это, это не наш путь. Ну, можно сказать, нумерология, да. Понятно. Это не наш путь. Поэтому, несмотря на то, что первый день седьмого месяца ровно пополам, но мы не это имели в виду. Хорошо. Все, можем продолжать. Творец. Творение, цель, ответственность. Тут все понятно, все просто. Я думаю, что я уже такое количество раз повторил эту мысль, что уже она так где-то хорошо. Итак, творение имеет ответственность перед своим Творцом. И мы это точно знаем, потому что Писание нам это что? Говорит. Евреям 4 глава 13 стих. Евреям 4 глава 13 стих. И нет твари сокровенной от него, все обнажено и открыто перед ночами его. Ему дадим отчет. Понятно, да? Понятно, нет? То есть нам придется отвечать. И возвращаясь к празднику Рош-Хашина и идее праздника Рош-Хашина, я бы советовал вам открыть 8 главу книги Ниеми. 8 глава книги Ниеми. И я начну читать с 1 стиха. Нашли? Это в Ветхом Завете. Спасибо, что меня поправили. Когда наступил седьмой месяц в курсе дела, да? Как он называется? Тишей, правильно? Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израиля жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, которую заповедовал Господь Израилю. И принес священник Ездре закон перед собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца. Помним ли вид? Первый день седьмого месяца. Воспоминание трубного звука. Оно? Событие в тот день происходит. Все по плану. Собрались мужчины и женщины. И очень важное замечание о этих мужчинах и женщинах. Какое? Которые могли понимать. Я считаю, это важное замечание. Что собрались те, которые могли что делать? Ну, я надеюсь, вы тоже собрались здесь такие же. И принес Ездре закон перед собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня. Перед мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. Странно, но второй раз говорится, что они понятливые были. Да? И уши всего народа были преклонены к книге закона. Они не только понимали, но еще и преклонили ухо, то есть внимательно. Да. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении. Понятно. И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. Представляете, я вас не заставляю вставать. И благословил Ездра Господа, Бога Великого, и весь народ отвечал. Весь народ отвечал. Аминь, аминь. Не весь народ отвечает. Аминь, аминь у нас здесь. То ли вы не мужчины, или не женщины, то ли не понимаете, то ли не преклонили. Еще раз. Медленно и печально. Давайте. Я читаю, вы отвечаете. Весь народ отвечал. Аминь. Аминь. Так. Поднимая руки вверх. И поклонялись, и повергались перед Господом в лице до земли. Понятно, да? Ну ладно, если вы хотите, я могу вам сейчас это все организовать. Вы хотите, что ли, что вы переспрашиваете? Нет, читаем дальше? Хорошо. А если вы хотите, мы легко. И читали из книги, из закона Божия, внятно, чего я себе сказать не могу, и присоединяли толкование. Это я могу. И народ понимал прочитанное. Ну мы тоже этим занимаемся сегодня. Да? Я читаю, правда, невнятно. Ну присоединяю периодически толкование. Ну я надеюсь, что вы это все понимаете. Да? Отлично. И вот они, значит, стало быть, поняли. И священник, неемя, езра, и левиты, увидевшие народ, сказали всему народу. День сей свят. Господу Богу нашему, не печальтесь и не плачьте. Что-то вы не плачете. А они что делали? Потому что весь народ плакал, слушая слова закона. Ну, с праздником вас, дорогие товарищи. Ну, это праздник был. Первый день седьмого месяца. Что у нас? Праздник. Они собрались, он им читал на возвышении. Видите, я тоже на возвышении. Вы все видите, что я читаю из книги? Не видите? Ну ладно. Мы попросим завтра Саша, чтобы он положил такую книгу, чтобы вы видели. Ну, что-то, короче, не хватает. Я думаю, ваших слез. Потому что те ребята, они что делали? Плакали. И чего они плакали? Не. Потому что понимали слова закона. Ну, там же те читали, объясняли, присоединяли толкование, а те понимали и так глубоко не поняли, что начали плакать. А эти им говорят, слушайте, праздник сегодня, не надо плакать. Почему? Потому что праздник. Ну, они же им объясняют. Те плачут, а эти им говорят, день сей свят, Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона. И сказали им, пойдите, ешьте тучное, пейте сладкое и посылайте в части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу Богу нашему, и не печальтесь, потому что радость пред Господом, подкрепление для вас. и левиты успокаивали весь народ, говоря, перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь, ибо весь народ пошел есть, пить и посылать части. И праздновать с великим весельем, поняли слова, которые сказали им. Вы вообще что-то поняли из прочитанного? Что-то понятно? Чего? Слушайте, я вот тут вот недавно наблюдал такую картину, сидела девушка, плакала. Был такой, да? Ну, кто-то знает. И говорили, не плачь. А она что делала? Еще больше плакала. Ага. Ну, очевидно, надо было сказать, что день сей свят. Радуйся, потому что радость перед Господом сила твоя. И она бы начала что делать? Радоваться? Я не понимаю. Послушайте, ну мы же нормальные, здоровые люди. Мы видим людей, которые плачут. Мы подходим к ним и говорим, радуйтесь. Они говорят, ты что, плохо мне. А вы им, да радость пред Господом сила твоя. Она говорит, слушай, иди отсюда, пока я тебе ничего не сделал. Что они им сказали? Что они поняли и начали что делать? Послушайте, тайна сия важна для нас. Почему? Они знали что-то, что те, которые плакали, начали радоваться. я бы хотел это знать. Вот лично я бы хотел знать, чего те плакали и что им такого сказали, что они после того начали радоваться. Что-то там произошло. И с великой радостью. Что вы на меня смотрите? Это я вас прошу, что они им сказали. А? В следующий раз, когда кто-то будет плакать, вы этого молодого человека отведите, пускай утешит. Какие это слова? на каком основании? Согласен. Есть еще оказаться. Неплохо знать вообще о еврейских праздниках. Суть этого праздника, суть этого праздника, это идея суда. Вы в курсе дела? Что суть праздника Йонтруа, который стал рожьей шина, это идея суда. И когда эти ребята стояли и слушали слова закона, то слова закона, они имеют странную тенденцию, знаете, что делать? Судить. судить. И когда вы понимаете, что они вас судят, то бишь объявляют вас грешниками, то естественное состояние для грешника это что? печаль, плакать. И когда мы видим кающегося грешника, иногда они каются со слезами. Такое бывает. Не часто, но уже бывает. Люди, когда они понимают, что они грешники, и они приходят к Богу, они что делают? Плачут. И это нормальное состояние, когда они плачут. Я не встречал вообще служителей, которые при этом подходят и говорят, родной, да не убивайся ты так. Да ничего страшного не случилось. Ну, подумаешь, ну, с кем не бывает. Ну, что ты так себя плохо чувствуешь? Встречали вы таких служителей? Нет, я тоже не встречал. Ну, потому что если встретите, гоните их. Это нормально. Сожаление о грехе это нормально. Понятно, да? Мы таких людей не утешаем. И те ребята, они плакали, и что-то им надо было сказать такое, чтобы они перестали плакать и начали радоваться. Причем радость, как заметили, была какая? Великая. Что же им такое можно было сказать? Что? А милости хорошо. Другими словами, я бы уточнил еще немножко, ближе к иудейской традиции, все станет на свои места. Суд не окончательный дается время для покаяния. Аллилуйя. Суд не окончательный. То есть день суда, но приговор еще не окончательный. Есть время все исправить. Есть время покаяться. И это производит в людях великую радость. Десять дней. Я не уверен по поводу десяти. между первым и десятым где-то так. Я уже понял, что у вас хорошо с математикой, вы легко считаете, сколько будет с первого месяца до третьего. я уже понял. Итак, есть приятная новость. Приговор не окончательный. Есть время для покаяния. И это чудо. Послушайте, это чудо для любого человека, что приговор еще можно изменить путем покаяния. когда-то я был в Одесской общине как раз в районе Рошхашина и я спрашивал, приготовились ли вы к этому празднику? Если кто-то помнит. И мне говорили в Одесской общине, да, приготовились, мы запаслись яблоками, медом, уже все нормально. Я говорю, подождите, к нему по-другому готовятся. Это к Новому Году так раньше готовились, знаете? В Советском Союзе к Новому Году не знаете, как готовились? Забивали холодильник. Причем дефицитными продуктами. Когда кто-то мужской стати подходил к холодильнику, его отгоняли, говорили, не трогай это на Новый Год. Не было такого? Было. И вот это забивали все к Новому Году, готовились к празднику. Удивительный праздник, я его очень любил. Потом вот это то, что готовили, нарезали, сервировали, и опять-таки, если человек мужского пола приближался к столу, мы говорили, уходи, не трогай, имей терпение, это на Новый Год. Все, он опять отходил, ходил кругами, заходил со слюной вокруг вставал, ну и стол у нас ломился, ну и потом с боем курантов давали отмашку, и люди это начинали есть. Мама дорогая. Потом они пили, при этом абсолютно безумно желая друг другу здоровья. О каком здоровье можно было говорить при таком обилии пищи и питья? Всем с утра было плохо от того, наверное, что им желали, им с утра было всем плохо. Не участвовали в этом? Некоторые участвовали. Некоторые обманывают. не вспоминаем. Зачем же говорите, что не участвовали? Говорите, не помню. А врать не надо. Это люди родившиеся в семьях верующих родителей, они не понимают, о чем здесь речь идет. А те, кто вырос в Советском Союзе еще был при этом неверующим, они все помнят. И вы знаете, что я вам могу сказать? Безумное мероприятие. Люди желали чего-то за столом. Знаете, что печально было во всей этой истории? Я вот смотрю на все это и грустно становится. Знаете, нет? А пожелания же были стандартненькие. Чтобы в этом году было лучше, чем чтобы все плохое осталось. Ну, и так дальше. Суть понятна? Бредовая и беспочвенная. Основания этим пожеланиям зеро нету. Нету никакого основания для того, чтобы будущее стало лучше, чем было в прошлом. Какое основание? Ради чего, из-за чего будущее, оно должно быть лучше? Но мы же мечтали об этом. Мы мечтали о том, что наступающий год будет лучше. Мы хотели и искренне ожидали того, что будущий год, он будет лучше, чем прошлый. и как получалось? Они были что-то лучше, что-то хуже, но в общем-то кардинально от года к году, несмотря на все пожелания и обилие выпитого, ничего не менялось. И вы знаете, когда мне лично пришли и свидетельствовали, и когда принимал решение становиться верующим, я не хотел верить. Я не хотел верить в одну сказку, что будущее будет лучше. Я не хотел в это верить. Я не хотел в это верить, чтобы не быть разочарованы. верующим. Я не хотел. Потому что я говорю, послушайте, ребята, да вы не знаете моего прошлого. И глядя на мое прошлое, ожидают какого-то прощения и лучшего будущего, мне лично не приходится. Я не могу в это поверить. Это чересчур хорошо, чтобы это было правда. Послушайте, мы сделали столько в своей жизни, ну, нехорошего, простите меня, что когда мне лично пришли сказали, парень, теперь у тебя все будет вот так вот. Тебя простят, что ты успел натворить. Я говорю, ребята, это чересчур хорошо, чтобы это было правда. Я не хотел верить. Понятно, о чем я говорю? но чудо покаяния заключается в том, что Бог прощает и начинает человек жить с чистого листа. Это чудо. Чудо вселенского масштаба, что кто-то способен на такое прощение и дать новое начало человеку. Кто из нас об этом не мечтал? Сколько людей мечтают начать жизнь сначала? С понедельника, с первого числа, с нового года, с чистого листа. Все начнется с чистого листа. Кто из вас не мечтал? Да? Кто не желал? Да, мы желали. Кто не говорил, вот с понедельника я начну новую жизнь? Ну или с первого числа. Ну если уже совсем так, по-настоящему, то с нового года. А потом с Рождества, с майских, ну и так дальше. Послушайте, если нету покаяния, нету фундамента для нового начала. если нету покаяния, нету фундамента для нового начала. Это иллюзия, которой питается человек. Нету почвы, основания, надежды для нового, если нету покаяния. Чудо покаяния заключается в том, что Бог дает вам новое основание. начать жизнь сначала так, как будто бы всего, что вы успели сделать, не было. Это чудо покаяния. Это чудо, недоступное никому, даже праведнику. Потому что он не может достигнуть высот, которые достигает кающийся грешник. Кающийся грешник достигает невероятных высот, которых он не заслужил. Но достигает он через оправдание, которое дает Бог. у нас нет основания для этого оправдания. Мы ничего не произвели такого, чтобы получить его. Но в этом и есть милость и благость Бога своему творению. Аминь. покаяние покаяние это нечто великое. Вы знаете, евреи знали одну интересную вещь, опять-таки открытую нам в этих праздниках. Они знали, что если вы хотите прийти к Богу, то нужно приготовиться к этому празднику. Итак, приготовление к празднику не заключается, как вы поняли, в яблоках и меде. В чем же оно заключается? Это вопрос. А вот ведь тишина. Ля-ля-ля. Отлично. Большое спасибо. Оказывается, приготовлением к этому празднику является примирение с другими людьми. понятна? Что же вы как-то забыл чарю. Итак, они точно знали, евреи эти, они точно знали, что если вы дела на земле не привели в порядок, не надо рассчитывать на то, что с ним будет все хорошо. Поэтому подготовка к этому празднику заключалась в том, чтобы привести в порядок дела все на земле. Потому что если вы не привели делам все на земле в порядок, рассчитывать на то, что вас там примут, не приходится. понятно, понятно, да? Вот это подготовка к дню искупления. Нужно понимать, что результатом всей предыдущей жизни были некие последствия. Ну, когда мы приходим к осознанию суда, мы понимаем, что мы загрешаем, да? грех грех у нас имеет определенные свойства. Первое свойство, знаете, какое? Грех и наказание за него рождаются одновременно. Ну, так мудрецы говорили. Грех и наказание рождаются одновременно. Ну, помним, я говорил вчера, что мудрецы еще говорили, что если бы не было греха, не было бы и наказания. То есть наказание существует только потому, что существует грех. И они определяли дату, когда это случается. Когда рождается наказание? Когда рождается наказание? Когда родился грех. Оно не сразу приходит. Ну, младенцу надо же, знаете, вырасти. А потом он своими ногами и приходит. Ну, иногда через очень большой промежуток. Грех и наказание всегда связаны между собой. Это мы говорили в плане причинно-следственных связей. Правильно? Другими словами, грех это действие, которое влечет за собой наказание. А мы ее и проводили. А мы же ее и проводили. Плохо, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Мы проводили все эти аналогии. Мы проводили их еще в первом занятии, когда мы говорили о причинно-следственных связях. Ну, скажем так, эта идея, эта идея, она не нова для иудаизма. Не нова для иудаизма. Когда для меня был полный, скажем так, я был очень сильно удивлен высказыванию одного моего ортодоксального друга, который рассказал, я подписался под большей частью Нового Завета. Меня это сильно удивило. Я говорю, в смысле? Она говорит, так там же большая часть цитаты из Танаха. Понятно, да? То есть, в общем-то, когда мы читаем Танах, то нужно понимать, что первая апостерская церковь, которая состояла из иудеев, в общем-то, каким-то странным образом могла обходиться без Писания Нового Завета. Понятно, да? Ну, как-то у них получалось. Откуда? А у них была правильная книжка. Танах. И они ее знали. Проблема начиналась с церкови из язычников. Они не знали правильной книжки. И им приходилось кратко излагать Танах. В общем-то, что и делали апостолы, писав послание Евангелия, объясняли им пророчество, исполнение этих пророчеств, объясняли краткое содержание всего, что было сказано до этого. Понятно, да? А сами евреи как-то нормально себя чувствовали. И если вы внимательно почитаете, то это писались послания церквям верующих из язычников. Говорит, не хочу, чтобы вы остались в неведении, не обманывайтесь. Писал Ремшу, не обманывайтесь, братья, пьяницы, бейцы, прелюбодеи, скотоложники, извините, это он к кому обращался? К братьям верующим? Хочу сказать, что, кстати, ему же ложники тоже. о контингенте был братьев. Он говорит, не обманывайтесь, ребята, вот такие царства Божьего не наследуют. Представляете, не обманывайтесь, братья, это к кому? Не обманывайтесь, братья. Вы же не помните, говорит, в Коринфянам он пишет, Коринфянам, среди вас есть такое, что даже у этих, которые не с вами, такого нету, говорит, вы же сожительствуете. Ну, это он Коринфянам писал. Кого они имели там? Говорит, и гордились. Говорит, вы что? Говорит, выгоните его. Не помните, нет? А он кем был? Вот тот, который сожительствовал. Братом? Ну, точно не сестрой. Братом. Понятно, да? Они иногда просто обманывались, потому что, когда они пришли в церковь, он говорит, хотели вас обрадовать, к свободе вы призваны, братья. Ну, и они показали, что они понимают, что такое свобода. Им надо говорить, подождите, стоп, стоп, мы не это имели в виду, вы не поняли. Вот, не до такой степени, потому что, если вы так свободу понимаете, так вот, царство Божие, вы так не наследуете. Понятно, да? Евреям этого объяснять не надо было. А верующие из язычников, в общем-то, были не в курсе. Почему? Потому что они не в курсе были того, что написано вот в той толстой части книжки, в Танахе. Если бы они были в курсе, они бы до такого не додумались. А поскольку они были не в курсе, то, в общем-то, приходилось им писать отдельное письмо, говорить, ребята, вы почитайте, что там написано, вам этого делать нельзя. Несмотря на то, что вы к свободе призваны, так вот, не это имеется в виду, под знаком свобода. Понятно, о чем идет речь? Итак, Всевышний говорит о том, что нам нужно примириться прежде и привести все дела в порядок на этой земле. Что грех и наказание рождаются одновременно. Что наказание существует только потому, что существует грех. Они каким-то странным образом связаны. Мы разбирали эту тему. Ответь. Что ты хотел знать? Хорошо. В следующий раз так и сделаем. Итак, о чем идет речь? Речь идет о том, что когда мы понимаем такую идею греха и наказания, то мы не ищем избавления от наказания через покаяние. Понятно? Когда мы понимаем идею, что грех и наказание рождаются одновременно, что если бы не было греха, не было бы наказания, то мы понимаем, что существует определенная взаимосвязь или последовательность, причинно-следственная связь, закон сейния и жатвы, то есть события связаны между собой определенным принципом грех и наказания. Это понятно? Тогда каким образом, если мы говорим о том, что грех и наказание за него рождаются одномоментно, каким образом тогда покаяние влияет на наказание за грех? Оказывается, они не имеют отношения друг к другу. Понятно, да? То есть есть грех и есть следствие его наказание за грех. И это причина-следственная связь, а не наказание Творца. Есть причина и есть следствие. Понятно, о чем я говорю? Послушайте, есть причина, вот смотрите, что сейчас произойдет? А она может налиться мне на туфель или еще и что-то испортить. На брюки, да? Что происходит? есть причина, есть следствие. Так вот, следствие является наказанием или оно является следствием? Понятно, да? То есть есть причина, есть следствие, события неким странным образом связаны. И я бы сказал таким образом, что Всевышний сверхъестественным образом может разорвать эту связь. Через покаяние. Еще раз, только медленно. Еще раз. Покаяние у нас для чего? Для восстановления отношений. Почему же вы считаете, что покаяние призвано разрушить причинно-следственную связь? Он может это сделать, но не должен, потому что это вообще касается других сфер. Послушайте, мои хорошие, он может оказать милость любому человеку. И он оказывает милость даже тем людям, которые не каются. Что Всевышний не оказывает своей милости тем людям, которые не каются, просят его милости? Ко-ко, тут нету буквально пару человек среди вас таких. Давайте я вам приведу легкий пример. Скажите, пожалуйста, вы не всю жизнь были верующими, правда? Не всю жизнь были. А будучи неверующими, вы не обращались к Богу с просьбой, чтобы успешно сдать экзамены, к примеру? И что, он не отвечал? Отвечал. Скажите, пожалуйста, люди, которые тяжело заболели, или у них дети заболели, которые обращаются к Богу. Бог не является милость в этих обстоятельствах? Являет. Он может, он не связан покаянием. Понятно, что я говорю? Творец не связан вашими религиозными исповеданиями. Он являет свою милость произвольно, когда этого желает. и не обязан ее являть, если вы именно покаялись. Он может ее являть вообще. Милость невозможно заслужить, ее можно оказать. Еще раз, хорошая мысль. Насколько я знаю, одна женщина обратилась к полководцу, если мне не изменяет память, это был Наполеон. и просилась за своего сына. Говорит, так он не заслуживает. Говорит, а милость нельзя заслужить, ее можно оказать. Понятно? Когда мы каемся, мы не заслуживаем милость. Милость не является ответом на покаяние. на покаяние является восстановление отношений, которого мы, кстати, тоже не заслуживаем. И это тоже милость. Но она не является в виде освобождения и разрушения причинно-следственных связей между грехом и его последствиями. Понятно? С этой счастливой мыслью отправляемся на перерыв. Посмотрим, что же нас приводит на самом деле к шуве. Шува – это покаяние. Иезекиэль, 18 глава. 27-28 стих. И беззаконник, если обращается от беззакония субьего, которое он делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою. Ибо он увидел и одумался от всех преступлений своих, делал. Он будет жив и не умрет. Вопрос. Из-за чего беззаконник перестанет это делать? Да, но кто инспирирует это обращение? Откуда вы знаете? Да. Псалом 79-й. Псалом 79-й, 4-й, 8-й и 20-й стихи. 4-й, 8-й и 20-й. Боже, восстанови нас, да высияет лицо Твое и спасемся. Божий сил, восстанови нас, да высияет лицо Твое и спасемся. Господи Божий сил, восстанови нас, да высияет лицо Твое и спасемся. Здесь Здесь обращение идет к кому? Который может что сделать? Восстановить. Восстановить. Вернуть. Плач Еремия 5.21. Плач Еремия 5.21. Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древние. 5.21. Псалом 24.8. 24.8. Благо и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь. Иоанна 6.44. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет Отец, пославший меня, и я его воскрешу в последний день. Иоанна 6.44. Читая все эти места Писания, мы видим, что если Он не обратит нас к Себе, не призовет, не восстановит, то этот процесс для нас останется невозможным. Обращение начинается не с нас, а с желания Творца. В общем-то, я не сказал свежую новую мысль, если мы вспомним вчерашний день и вопрос. Адам, где ты? Понятно, да? То есть, мы на самом деле просто повторяем то же самое, что мы говорили вчера. Адам, где ты? Бог желал возвращения человека. И мы видим, кто первый в этой ситуации желал этого. Да? Итак, с точки зрения иудаизма, суть греха – это отделение Творца, нравственная нечистота, которая делает невозможным наше приближение к Нему. Мы нуждаемся в очищении и освящении, когда мы согрешаем, чтобы восстановить отношения с Творцом. И если вы помните, то мы не можем себя очистить сами. Помните, да? То есть, в этом процессе мы отчаянно нуждаемся в Спасителе. В том, кто может нас искупить, очистить и оправдать. Мы не можем всего этого произвести сами. Другими словами, весь этот процесс напрямую связан с Ним, инспирируется им и зависит полностью от Него. Все, что мы можем сделать – это ответить на Его призыв, который звучит к нам. Понятно, да? Теперь Приведем классический путь Шувы. Замечу, Шува – это путь. Опять, у нас есть некое представление. У нас есть некое представление. Что мы представляем, когда мы говорим о покаянии? Исповедание. Молитва, исповедание или исповедание. То есть, некое ритуальное действование, заключенное в наших словах. Посмотрим на картинку. Есть у нас человек и грех, который отделил его от Творца. Это понятно, да? Грешник может только кричать отсюда, взывая о милости, которую невозможно заслужить. Ее можно только оказать или получить. Бог ее может оказать, а мы ее можем получить. Окей. И вот ворота Шувы для этого грешника, они открылись. Ворота покаяния для этого грешника, они открылись. Для чего они открылись? Для того, чтобы он совершил путь. Таким образом, Шува не становится единомоментным действием. Это путь, на который становится грешник. Путь, который надо пройти. В общем-то, греческое слово метаноя обозначает тоже разворот на 180 градусов, смену направления движения. То есть, оно связано с движением. Мы шли куда-то в одно место, потом мы начали двигаться в другое место. То есть, это рядом. Здесь речь шла о том, что человек удалялся от Бога, потом он повернулся и пошел к Богу. Когда мы говорим о пути, то мы говорим о некотором поступательном движении в каком-то направлении. Не говорится об сиюминутном исповедании, типа, каюсь, каюсь, отрекаюсь, Святым Духом наполняешь. Понятно, да? Поэтому нам нужно было бы узнать этапы Шувы, для того, чтобы понять, что есть Шува. Ну, или покаяние, или путь. Если мы поймем это, то окей, мы будем становиться на этот путь и будем идти этим путем. Если мы не поймем этого, то иногда в нашей жизни происходит следующее. Мы совершаем какой-то поступок, затем мы совершаем некое исповедание, да? И через какое-то время повторяем. Потом мы совершаем опять исповедание, и через некоторое время мы совершаем поступок. Другими словами, мы ходим по кругу. Тоже определенный путь, но я не думаю, что он нас устраивает. Нам нужен путь с определенным вектором движения, в правильном направлении. Первая часть, я вам приведу простые примеры, не думаю, они будут доступны и понятны. Первая часть касается, к примеру, знания. Можете ли вы стать на путь Шувы при отсутствии знания? Каким образом? Нет, извините. Если вы не знаете о наличии греха, то можете ли вы покаяться в нем? Знание является, ну, первой ступенью. Окей? Скажите мне, пожалуйста, ну, вы видели рекламу сигарет? Видели, да? Раньше писали, ну, раньше вообще не писали, потом начали писать маленькими буквами. Потом решили написать здоровыми буквами. Ну, для тех, кто, может, плохо видит и не в курсе, то для них писали вот такими же буквами здоровыми. Курение, ребята, абсолютно вредит. Курильщики знают? Знают. Сильно помогло им это? Нет. Ну, некоторым, может, это помогло, но очень мало. В основном люди знают и продолжают. Что делать? Курить. Значит, оказывается, знания недостаточно. Нужно еще, вы знаете, что? Осознание. Ну, то есть, понимание. Для этого, в общем-то, есть фильмы страшные, где показывают легкие курильщиков. Ну, как вы думаете, врачи осознают? Хорошо? Хорошо? Да. Может, они не курят? Курят. Давайте, не будем сейчас судить. Больше всех, меньше всех. Так же, как все. Нас не это интересует, поэтому ваше замечание мы опустим. Нас интересует другое. Помогает ли осознание бросить? Очевидно, не все, да? Не все, что необходимо. Вы знаете, некоторые люди обращаются и говорят, слушай, помолись, чтобы я бросил курить. Вам никогда не обращались люди? Обращались? Молились вы за таких? Помогало? Бросают? Мои не бросают. Или, точнее, может, я не молюсь. Я всегда, прежде чем начать это делать, я их спрашиваю. А вообще тебе как это делало? Нравится? Говорит, нравится. Говорит, так курить себе на здоровье. Зачем мне за тебя молиться? Если тебе это нравится, то ты будешь это делать. Грех должен стать отвратительным. Грех должен быть отвратителен. Без отвращения к греху, с любовью к греху, его очень тяжело оставить. Понятно? Если предположить такую картину, я когда разговариваю с курильщиками, говорят, я не могу бросить. Вот у меня. Я говорю, слушай, скажи мне, пожалуйста, если накрыть шикарный стол, банкет, классный такой, и уставить его, ну, прекрасными явствами, очень замечательной пищей, то, что ты именно будешь любить. Но поставить этот стол в советском общественном туалете на автостанции. Кушать будешь? Нет? Чего? Ну, все сразу представляют, советский общественный туалет на автостанции со специфичным запахом. Причем издалека можно не спрашивать, где он. Как-то, и уже пошел, уже в нужном направлении. А там хлорочка еще посыпана так обильно, да. И садись и кушай, пожалуйста, на здоровье. Кто-то рискнул бы? Почему? Отвратительно. Когда представляешь эту картину, туда, извините, и гадить не хочется идти. Не то, что кушать. Вызывает что? А если тебя заставлять будет кто-то? Что ж тогда с тобой, когда ты куришь? Я всегда советую. Ты, когда берешь сигарету, представляй банкет в общественном туалете. И... Как вот такая картинка? Заставит тебя кто-то туда? Нет, выброси, все, иди. Отвращение – это та часть, к которой мы нуждаемся. И если у нас не будет отвращения к греху, нам будет его как? Легко победить? А если у нас будет отвращение? Понятно, в чем я говорю? Знание, осознание, отвращение. Принятие решения. Ну, точнее будет знание, осознание, сожаление, отвращение, принятие решения. Вот так вот. Знание, осознание, сожаление, отвращение, принятие решения, исповедание и воплощение в жизни. Знание, осознание, сожаление, отвращение, принятие решения, исповедание и воплощение в жизни. Повторять нет? Все, успели записать. Исповедание? И потом уже воплощение в жизни. И так как мы видим, перечень несколько шире, чем первоначальное исповедание. Немножко больше, чем просто исповедание. И если вы не имеете неких частей в этом перечне, а просто имеете исповедание, что будет? Можно ходить по кого? Не, по милости Божией, по милости Божией. Послушайте, Бог может сделать, ну, по обычному, простому исповеданию. Чудо. Когда я покаялся, я пришел на домашнюю группу. Я пришел на домашнюю группу. И придя на домашнюю группу, выйдя из нее, я достал пачку сигарет и решил закурить. И кто-то со мной рядом стоял, я говорю, так это же грех. Я говорю, да. Я говорю, я брошу. Взял, смял пачку и выбросил. А там недалеко жил мой товарищ. А он как раз самогона нагнал. И я после домашней группы как раз пошел к нему. Прихожу к нему. И я говорю, ну, ты же в курсе, что я стал верующим? Он говорит, ну, да. Не надо. Вы не догадываете, что там было. Не спешите. Я говорю, так вот, я бросил курить. Говорит, да не может быть. Я говорю. Я говорю, ну, садись за стол, сейчас посмотрим. И мы сели. Ну, и как далее? Дали. Я же верующий. Пацан сказал, пацан сделал. Они до утра ждали. Я не закурил. Не курил. Пить пил. Но не курил. А еще надо было, чтобы мне кто-то сказал, что еще пить это грех. Я всегда был просто не в курсе. Вот вышел, сказали, курить грех. Все бросил. Я особо не понимал. Там у меня не было сложного пути понимания, там, покаяния. Я просто бросил, сказал, я верующий, я больше не курил. И все, и не курил. А вот пил. Понятно, да? Ну, это милость Божья по отношению ко мне. Да, через некоторое время он мне сказал, что не надо, и пить, в общем-то. Что это тоже, в общем, и если вот так вот по ночам, так как мы, то это тоже грех, не надо. И, в общем-то, печальная история была, действительно, потому что этот брат тоже покаялся. Мой товарищ, он покаялся. Ну, вот ни курить, ни пить он не бросил. И, в общем-то, он и умер от этого. Ну, у него был сахарный диабет, ему, в общем, нельзя было пить. Печальная история, на самом деле. Ну, я к тому, что, знаете, иногда вот, ну, такого простого решения достаточно для того, чтобы к этому не возвращаться. Ну, это милость. И я не говорю, что, ну, вот покаяние, оно обязано выглядеть только так и никак не иначе. И если оно иначе, то не работает. Да нет, вы слушайте, Бог может по Своей милости освободить вас без проблем. Я говорю о том случае, когда вы ходите по кругу, то, очевидно, чего-то не хватает в вашем покаянии. Итак, первое – это знание и признание греха. Знание и признание греха. Это, ну, начало. Многие люди знают о грехе, но не признают его. Это понятно? Многие люди знают о грехе, но не признают его. Скажите, пожалуйста, мои хорошие. Давид знал, что он согрешил? Да? Ой, много раз. Ну, к примеру, с Баршевой. Баршевой. Достаточно? Да, Версавия, извините. Был в курсе, да? Ну, шо и вот это, как его? Уриев тоже он. Он шо, был не в курсе? И шо? И шо? А, ничего. Ничего. Все было нормально, пока не пришел Нафан. И Нафан ему рассказал одну историю. Про человека, у которого была овечка. Ну, и, ну, праведный царь Саул. Ой, извините. Давид. Да, праведный царь. Говорит, слушай, да такого подлеца? За то, что он вот это, с овечкой? А? Казни. Ну, он же праведный царь. Говорит, казнить этого гада. Нафан говорит, я не хотел тебя расстраивать. Но это ты. И тут до Давида начинает шо-то доходить. А до этого шо? Он был не в курсе, что он сделал. Он же в курсе был. Когда он там письмо писал. Он же был умным мужиком. Он же позвал его, говорит, иди сюда, иди. Давай. Выпьем. Ну, иди домой. А Урия говорит, нет. Не пойду. Как я могу домой? То есть, ну, Давид был в курсе, что, наверное, что-то нехорошее он сделал. И она же вот это родит. А потом на него все подумают. Ну, как-то надо замять это дело. Ну, и опять его взял и шо? Напоил. А Урия же кремень. Ну, и когда не получилось, опять, говорит, ну, ладно, иди. Вот тебе письмо, правда, в дорогу. Слушайте, он планировал. Он согрешил и планировал скрыть свой грех. И когда, ну, он понимал, что не получилось скрыть, будут неприятности, опять-таки, с мужиком, а он же военный человек, Урия, да? То надо предотвратить неприятности, ну, скажем так, убьем его. Да? Ну, и написал письмо. Ну, а тот мужик сделал, как написали. И послал гонца потом, да? И говорит, когда царь расстроится, что такое дело, ты ему скажи, кто умер. Он не так сильно расстраиваться будет. Да ведь, чтоб он был не в курсе. В курсе. Ну, собирался он каяться. Нет, и он собирался быть справедливым царем. Дальше. Ему, когда про овечку рассказали, он говорит, так это ваш гада. За овечку. Ну, и Нафан тут его, конечно, в конец расстроил. И тогда, это вторая книга царств, 12 глава, 13 стих. Сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом. И сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, и ты не умрешь. Ну, это чуть позже вся история. Что Давид делает? Он признает свой грех перед Богом. Бог снимает вину за грех. Снимает справедливое наказание. И он говорит, ты не умрешь. Но значит ли это, что никаких последствий за соделанные не будет? Понятно, да? Понятно? То есть, несмотря на то, что Бог простил, Бог не убил его, потому что в системе Синайского закона не предусматривалось никаких жертв за совершенные Давидом преступления. Этого человека надо было убить. Надо было убить убийцу. Надо было убить совершившего прелюбодеяние. И то, и то деяние оно каралось одним способом – смертью. И так, осознание и сожаление. Иеремия 31,19. Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам. Я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности своей. Иеремия 31,19. Здесь Иеремия говорит о том, что его кто-то обратил, вразумил, и он был постыжен и смущен. Когда я был обращен, я каялся, когда был вразумлен, бил себя по бедрам, я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности своей. Это сожаление, раскаяние о соделанном грехе. Исповедание. Исповедание – очень интересная часть. Исповедание, прежде всего, принуждает к тому, чтобы сказать о вещах совершенным, такими, как они есть, и обнажить их перед истиной. Здесь преодолевается механизм самозащиты. Когда мы говорим, что соделанное является грехом, мы судим сами себя. Человеку свойственно оправдывать свои поступки, прятать свои поступки, скрывать их. И это механизм самозащиты. Это механизм самозащиты. Люди не хотят, чтобы другие знали о их поступках. Вчера тут была интересная история. Один человек что-то сделал, и потом не хотел сознаваться. Ну, он решил украсть одну вещь. И он хитро сделал. Он не просто ее взял и унес. Он понимал, что его могут поймать с этой вещью. Он ее взял и спрятал. И когда его спросили, он сказал, а я ничего не знаю, я ничего не видел. Ну, как бы ее же у него нету. Правильно? Ну, вещи у него нету. Как бы никто же не может сказать, ты ее взял. Он же ее не держит в руках. Но он ее что? Спрятал. Хотел ли он признаваться? Почему? Он защищал себя. Есть определенный механизм самозащиты. Мы не хотим признавать своих ошибок, проступков. Сколько можно говорить? Не закрывайте. Сразу видно. Вы не слышали, что вы слышали. Я же не могу слышать. А вчера... Не, вчера вы не могли этого слышать, потому что это произошло уже все после учения. И это были реальные события с реальными вещами и с реальными людьми, которые хотели украсть что-то у нашего раввина. Здесь. И не покаялись, да. Нет, это был неверующий человек. Не важно. Сейчас не об этом идет речь. Я просто говорю о механизме самозащиты. Потом расскажешь все. Он потом тебе все расскажет. У вас будет... Нет, нет. Хорошо. Хорошо. Итак. Все, уже все обсудили, все. Но большинство из вас не понимает, о чем идет речь. И это нормально, это хорошо. Да. Не переживайте. Чего вы ребенку сюда не посадили? Там мультфильмы. Хорошо. Все, проехали. Давайте как бы близиться к финишу. Итак, есть определенный механизм самозащиты. И этот механизм, в общем-то, у нас есть заложенный с детства. Система, как правило, нашего образования. Вы любили получать двойки? А тройки? Но тройка лучше, чем двойка. А вы... У вас было такое, что вы не готовы были к уроку. А вас вызывали. И вы вставали и говорили, я не готов. Вы шли и пытались пропетлять хоть на троечку. Да? Да. Ничего, что я это самое, тайно ваше рассказываю. Шпаргалки, подсказки. Ну, как-то вот. Но лишь бы, ну, как-то вот. Ну, хотя бы три. То есть, мы двойки не очень любили систему образования. В иудейской системе образования ошибка не является плохим. Ошибка является, в общем-то, путем к научению. Вы не найдете людей, которые бы учились и не совершали ошибок. Но мы воспитаны таким образом, что мы не хотим признавать своих ошибок. Мы отстаиваем свою точку зрения, свою неправоту, мы скрываем ее, мы объясняем, оправдываем. Понятно, что я говорю? Да, есть такая поговорка. Человек имеет право на ошибку. Но эта поговорка не помогала нам. Мы все равно пытались избежать ошибки. И совершая ошибки, мы не хотели бы, чтобы о наших ошибках узнал кто-то еще. Понятно, да? Тут все такие? Все единомышленники? Ну, в вашей жизни теперь должно что-то измениться. Уже поменялось? Ну, еще есть чему. Не думайте, что вы уже достигли, расслабьтесь, еще есть что менять. Ну, как каждому из нас, собственно говоря. Тут не вы только требуете этих изменений. Итак, нас так научили. Мы так выросли. И это беда. Потому что ошибки надо признавать. А не прятать. И знаменитая история про Яханана Бензакая, когда он плакал перед своей смертью. Знаете, да, эту историю? Когда он плакал. Но там была еще одна часть, когда ученики его просили, чтобы он им, ну, как бы наставил, что-то пожелал для них в их жизни. И он им пожелал. Знаете, что он им пожелал? Говорит, желаю вам, чтобы вы боялись Бога, так как вы боитесь людей. И, в общем-то, ученики, они говорят ему, подожди, но Бога надо бояться больше. Говорит, ну, понимаете, проблема в том, что перед людьми вам стыдно делать. А перед ним? Ну, это часть касаемого покаяния. Нам должно быть стыдно делать что-то перед ним. И когда мы сделали, мы должны назвать вещи своими именами. И мы должны сказать, что, сделав это, я согрешил. И тогда нету механизма оправдания и самозащиты. Мы называем вещи такими, как они являются по своей сути. Мы не говорим, слушай, ну, я вот это вот сделал, ну, понимаешь, ну, обстоятельства были такие. Это похоже на покаяние? Это похоже на оправдание. Но когда мы говорим о покаянии, то мы говорим о части исповедания, которое гласит о том, что мы называем грех грехом. Итак, в покаянии задействованы, в общем-то, я думаю, все части человеческой души. А именно, разум задействовал. Эмоции задействованы. Должны быть, по идее. Но отвращение – это эмоции. Сожаление – это эмоции. Ну, и воля задействована. Принятие решения. Ну, и исправление, если это возможно. И недопущение в будущем подобных вещей и поступков – это полная шува. То есть, недопущение в будущем таких вещей или поступков – это полная шува. То есть, законченное покаяние. Понятно, что теперь покаяние выглядит не только, как простое, обычное исповедание. А это процесс, которым задействованы разум, чувство и воля человека. Что приводит нас к полной шуве или полному покаянию. Понятно, да? Ну, как-то, по-моему, не всем. Понятно. Еще важно знать, что в Танахе можно увидеть тесную связь между грехом и болезнью. С одной стороны. И раскаянием, и исцелением с другой стороны. В Салом 102.3. В Салом 102.3. Он прощает все беззакония Твои и исцеляет все недуги Твои. Исайя 6, глава 10 стих. Исайя 6, 10. Ибо огрубело сердце народа всего, ушами с трудом слышит, и очи свои сомкнули. Да не узрят очами и не услышат ушами, и не разумеют сердца, и не обрадятся, чтобы я исцелил их. То есть обращение зачастую связано с исцелением, покаянием и исцелением. Итак, мы подошли, в общем-то, к части, которая называется искупление. А это уже у нас Йом-Кипур. Да? Когда человек привел все злова порядок на земле, когда человек покаялся перед Богом, он ожидает искупления. И профессиональный праздник всех верующих Нового Завета – это праздник Йом-Кипур, праздник искупления. Ну, мы же все искупленные. Значит, это наш профессиональный праздник. Искупленные. У нас профессия такая, нас искупили. Мы искупленные, а это праздник искупленных. И за праздником искупленных идет торжество искупления. Четыре дня на подготовку, и потом начинается торжество искупленных. Тоже опять наш профессиональный праздник. Понятно, да? Праздник как назывался? Сукот. Когда мы радуемся о своем искуплении, И вы знаете, что делают искупленные в этот праздник? Ну, раньше делали. Сейчас они тоже, в общем-то, по идее, должны делать, если не знают, что они должны. Живут в палатках. Ну, хорошие. Да. Куча, да. Да, еще какие мысли? Ходят в гости. Отличная мысль. Да. Еще какие мысли? Я вам помогу еще раз. Вы, наверное, не услышали. Я еще раз помогу вам. Вы, наверное, не услышали. Что входит в их обязанность, которую вы должны исполнять сегодня? Ладно, я вам помогу. Вы хотите продолжить? Попытки. Вы хотите продолжить? Нет? Ладно. Тогда я позволю себе помочь вам. В общем-то, на этот праздник приносилось 70 жертв по числу народов земли. Естественной обязанностью искупленных было ходатайствовать за тех, кто еще не пережил искупление. Ходатайствовать за тех, кто не искуплен. Ну, если вы пережили искупление, то ваша ответственность, святая обязанность ходатайствовать за тех, кто еще не пережил искупление. Извините меня. Ну, так уж и евреи, они же ненормальные были. Представляете? Они начинали просить Бога и говорить, послушай, мы пережили искупление, так вот мы просим тебя и приносим за жертву, за тех народы, которые еще не пережили это искупление. Потому что мы хотим, чтобы и они были искуплены, спасены. Это нормально. Ну, и, в общем-то, является, я бы сказал, здоровой ответственностью тех, кто пережил искупление. Если этого не происходит, то, очевидно, вы не до конца поняли, для чего вас искупили. Кто-то может сказать аминь? Ну, один человек, да. Аминь. Это ответственность. Это ответственность. Это обязанность искупленных ходатайствовать за неискупленных. Это молитва за неискупленных подходит под слово ходатайство. Можно еще что-то сделать? Можно даже поститься за неискупленных. Можно много вещей делать, да, подвязаться, ходить к ним, проповедовать. Ну, я могу длинно и долго объяснять, что можно делать по отношению к неискупленным с нашей стороны. Если мы пережили искупление. Понятно, да? И удивительный праздник, конечно, Шминья Царет. Понятно, что праздники начинались с первого Тишерея. Потом дни трепета. Потом день искупления. Йом-Кипур. Потом четыре дня подготовки. Потом семь дней. Еще праздником. Вы догадываетесь уже, сколько дней мы насчитали? Ну, с первого по десятое, с десятого по четырнадцатого. Четырнадцатого отмашка начинаем праздновать. Четырнадцать плюс семь. Сколько? Двадцать один. И, ну, как бы люди же пришли, они же уже устали праздновать. Представляете себе, да? Двадцать один дня фестиваль. Да? И поэтому Бог ему говорит, слушайте, я... Ну, хорошо же было. Ну, хорошо было. Ну, нам же было хорошо. Ну, мне с вами было хорошо. А вам со мной как? И Бог поэтому говорит, слушайте, задержитесь еще на один день. Вы плохо слышали? Хорошо. Если вы устали, не повторяйте за мной того, чего я не говорил. Еще на один день. Я понимаю, что было бы неплохо еще на неделю, но он говорит про один день. Шминь Ацарет, он длился один день. Понятно, да? Кстати, вы знаете, какой праздник является заключительным для... Ну, или Ацаретом для пейсиха. Ну, на этой неделе был, смелее. Шаот. Шаот. Шаот является Ацаретом для пейсиха. Ну, так, некоторые евреи говорят. То есть, завершая. Ну, как бы говорится, что они между собой связаны. Ну, понятно, они связаны с счетом Лакбаомера. Ну, связаны праздники между собой. Точно так же, как связан Йом-Труа, Йом-Кипур, Суккот и Шминь Ацарет. Понятно, немножко тема покаяния, искупления в свете еврейских осенних праздников. Странно, конечно, сначала звучало. Ну, я думаю, что нам удалось увидеть какие-то связи. Окей. Ну, спасибо вам на сегодня, я думаю, все.